доброе утро народ добро пожаловать на моих утренних посиделках прошу прощения за мой внешний вид это то что случается когда с вечера у тебя допоздна сидят гости потом ты всю ночь сидишь делаешь обзор предыдущей серии и получается поспать всего два часа а утром надо собирать детей в школу и получается так что у твоих кругов под глазами есть свои круги под глазами тем не менее как говорил фредди меркури шоу мозг он и мы будем продолжать поговорим о пятом эпизоде мы знаем что будет называться эпизод дверь какая именно дверь что именно подразумевается под этим давайте попробуем понять из тех небольших элементов которые нам показали в трейлере если вы еще не видели трейлер я размещу ссылку вчера специально для вас мои дорогие друзья и как только трейлер вышел не прошло и пяти минут как я уже наложил на него субтитры и залил на свой канал постараюсь делать это и впредь и так первый эпизод который мы видим с чего начинается это питер бейлыш встречается с сансой конечно же он рад счастлив дорогая моя санса здравствуйте моя милая дитя вы так похожи на свою матушку нет ничего этого не говорит но как всегда это у него в голове почему потому что где-то наверное в глубине души даже несмотря на то что он ее подсунул рамси он надеется что когда все это закончится она сможет стать его женой по крайней мере мне так кажется если вы думаете иначе если вы думаете что у питера намного благороднее позывы и намерения напишите санса же не особо рада его видеть первым делом она говорит ты знал кто такой рамзи когда ты посоветовал мне выйти за него замуж как мне кажется что питер бейлыш знает все почти точно так же как варис у него свои каналы осведомления мы помним когда самом первом сезоне они шли через сад вместе с нэдом старком он говорил а вот это вот шпион серсеи это шпион вайриса а это мой шпион более чем вероятно он знал что именно происходит в интерфейле он знал в дредфорте он знал кто такой рамси болтон и тем не менее он посоветовал санте выйти за него замуж хотелось бы конечно чтобы она сказала все товарищ мизинец вы мне больше не друг бриана отрубите ему этот мизинец но мы понимаем что санса сейчас в таком положении что ей необходимо приобрести как можно старт больше сторонников а бейлыш привел с собой не просто лордов долины но еще он идет вместе с фреями тоже кстати очень интересный момент как санса отреагирует на фреев с одной стороны а именно фрей предали ее брата и убили на красной свадьбе и брата и его жену и кейтлин ее мать кстати говоря об этом многие считают что леди холодное сердце к сожалению не появится в сериале одни называют холодное сердце другие называют каменное сердце не появится в сериале просто ее образ отдают сансе что санса будет совмещать оба персонажа но мне все-таки верится что они смогут вернуть кейтлин старк в сериал почему потому что у нее огромная роль в книге но к сожалению мне кажется чтобы сократить время мы знаем что после этого сезона будет всего 13 эпизодов поэтому чтобы не вводить кейтлин обратно в сериал они скорее всего ее роль отдали сансе чтобы она стала мстительной дамой за династию старка мы видим события в черно-белом храме где якхин кто на самом деле кто знает якхин или не якхин а жрец многоликого бога говорит с арией и говорит что как ты думаешь смерть забирает только негодяев а дает прощение и оставляет в покое порядочных людей вопрос конечно же риторические мы сами понимаем что смерть забирает всех и без разбору но так как они жрецы безликого бога жрецы смерти то им решать и мы видим что он протягивает арии пузырек с отравой тот самый пузырек которым она не воспользовалась в предыдущем сезоне в сериале этот момент происходит точно так же как и в книге после того как арии вернули ее зрение ее задачей было пойти и убить страхового агента с которым она не справилась по книге но решила его отравить не устрицами она подложила отравленную монету в кошелек одного из корабельщиков и когда он пришел отдал эту монету страховому агенту тот взял попробовал ее на зуб укусил ее и таким образом я попал в него и ария справилась со своей задачей и стала полноценным агентом черно-белого храма следующим моментом мы увидим события на пайке где собирается вечи и решает кто именно будет новым королем кто восядет на соленом престоле для меня очень сложно в книге сестру теона зовут аша в сериале и переименовали в яра я понимаю почему это сделали потому что в сериале огромное значение придается оше и чтобы зритель не путался между ошей и ашей забавно звучит они переименовали ашу в яру вот таким вот образом наша аша стала ярой и она претендует на соленый престол по книге к сожалению за нее не проголосовало достаточное количество человек она не стала делать оранжевую революцию а покорилась судьбе но посмотрим что случится здесь посмотрим кто именно то по сериалу придет власти но должен прийти к власти тот брат который убил короля сбросив всего с моста будет ли это так посмотрим после этого мы видим огромнейший флот в море по книге этот флот самый младший из братьев викторион он поведет этот флот дайнерис для того чтобы покорить ее получить возможность прийти к ней замок и похитить ее посмотрим что именно случится по книге половина этого флота затонула во время шторма и только один из красных жрицов помогает преодолеть последнюю череду препятствий говоря о красных жрицах следующий момент мы видим события в тронной зале в мирине где кириан и варис встречаются с новой красной жрицей если мы думали что мелисандра красивее всех на свете то мы понимаем что в ихний клан принимают только самых красивых тетенек но опять таки уже знаем что это все магия на самом деле там тоже может быть бабуля с отвитшими титьками на шее у нее тот же самый красный рубин а за ее спиной мы видим красного жрица мужского пола она говорит свою речь в таком плане что ничего ты не знаешь тириан знание конечно помогло тебе пройти так высоко но тебе еще много что предстоит узнать хотя кто знает может она говорит это не только тириана может она говорит варису а может только варису а может им обоим напишите напишите пожалуйста в комментариях что вы думаете по этому поводу ну и самым заключительным моментом мы видим долгожданный эпизод ведения брана когда он лицом к лицу сталкивается не просто с армией нежити но из их предводителем королем ночи тогда да 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 интересно то что вид его немного изменился преобразился создатели сериала связывают это с тем что они хотели сделать его более устрашающим и по мере того как он набирает силу у него больше рогов вырастает больше происходит метаворфозы в его облике но на самом деле скорее всего решили взять другого актера и хотя мне король ночи из прошлого эпизода довольно таки был симпатичен и хотя если может зомби быть симпатичен тем не менее мы видим что бран держится за корни проникает в это видение и скорее всего произошло то о чем предупреждал его трехглазый вора говоря о том что если ты будешь находиться долго под водой ты можешь утонуть и мы видим как мира она говорит бран бран проснись а он только погрузился в свое видение что не может вернуться вот такой момент для размышления где находится в этот момент трехглазый ворон почему он не остановил его почему он не предотвратил этот момент куда он мог уйти если он пророс корнями к дереву может быть может быть он уснул и не просыпается может быть с ним что-то случилось уже и поэтому бран решил по самовольничать или же бран смог найти корни где-то вдалеке от трехглазого ворона вот что интересно или же трехглазый ворон умер и брану теперь предстоит обучение самостоятельно но это все надеюсь мы увидим следующем эпизоде а на сегодня пока